МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куклы из разных регионов России. Винтажные, будуарные, фарфоровые, современные куклы выполнены в разных техниках. Это последняя моя кукла. Мне кажется, она очень светлая в русской стилистике. Вообще у меня в планах создать коллекцию кукол национальных, которые соответствуют нашему региону, Корчево-Черкесской республики. Но пока только русская кукла. Надеюсь, что к следующей выставке смогу представить национальных костюмах и всех народностей, проживающих на территории Корчево-Черкесской республики. Ирина Неминущая создает не только куклу своей мечты, но и необычные мягкие игрушки. И каждая забавна по-своему. У меня вот такие вот малыши. То есть он абсолютно подвижный. С ним можно играть аккуратненько. Но он считается более игровой игрушечкой. То есть у него все подвижное. Есть в моей коллекции такие работы. Волшебную красоту Ирина воплощает уже давно. А с рождением дочери желание творить возросло. Она как-то наталкивает меня на какие-то новые идеи, мысли, вдохновляет меня. И я, конечно, стараюсь не упустить момент, не упустить эту волну вдохновения. И по ночам что-нибудь создаю в своей мастерской. Куклы создаются с нуля, вручную. И автор выступает как скульптор, художник, дизайнер костюма и обуви, модельер, постежор. И так шаг за шагом. И мы видим фантастические образы. Нежные барышни, джентльмены в смокингах. И каждая кукла – неповторимое произведение искусства. Есть идея сделать хотя бы небольшой тираж кукол для того, чтобы они были не в штучном варианте, не в единичном, а чтобы те, кому они нравились, могли приобрести, посидеть дома, показывать деткам, рассказывать о костюмах, о нарядах. И показывать красивые куклы в моем исполнении. Среди множества кукольных лиц есть и будуарные эпохи царской семьи. Будуарные куклы появились в начале 20 века. В то время они были самым стильным аксессуаром в интерьере. И сейчас, благодаря искусным мастерам, будуарная кукла возрождается. Будуарные куклы тогда были предметом роскоши. И сейчас, глядя на них, представляешь, как в них играли маленькие барышни и княгини. Художник-коллекционер Светлана Пчельникова глубоко изучает эту историческую тему. В императорском доме они хранились под стеклом, в витринах, закрытыми на ключе. Только когда императрица поднималась на детскую половину, тогда девочкам, там, четыре дочери, великие княжные Ольга, Татьяна, Мария Анастасия, тогда только разрешалось открыть прямами при ее присутствии витрины. И какими-то там чайбитиями, правилами этикета, воспитанием занималась Александра Федоровна. А сам император не покупал готовых кукол своим девочкам. Он покупал кукольные заготовки, головки, ручки, ножки, чтобы они постоянно были в процессе создания, вот в творческом таком поиске и все время заняты рукоделием. Каждая кукла – это неповторимое произведение искусства. Кропотливая работа, требующая от художника не только фантазии, но и солидного мастерства. Кукольный мастер, он специалист на все руки. И скульпторы, и художник, и дизайнер костюма, и постежор парики делаем. Владеем всеми техниками. Но больше всего я люблю фарфор. Он вечный материал. Находят какие-то сейчас в музеях, в запасниках куклы, которым 200-300 лет. Они из фарфора сделаны, и они абсолютно не изменили свой внешний облик. Ну, только, может быть, там чуть пыль убрать. У всех у нас ностальгия по детству. И многие, наверное, хранят любимую куклу или игрушку высоко на шкафу. И, взяв руки, да, мы вздуваем с неё пылинки. Ведь это вечный подарок из прошлого. Все мы родом из детства. Просто когда вырастаем, вырастают вместе с нами и наши хобби, наши увлечения. Я с детства любила кукол. У меня мама сама из детского дома. У неё своих игрушек не было. И её вот это такое трепетное, нежное отношение к мечте. И вот у Иры выставка называется «Кукла моей мечты». Всё сложилось. Светлана Пчельникова в Карачаево-Черкесии уже второй раз. Она вдохновлена работами наших мастеров. И, конечно, живописной гостеприимной республикой. Влюбилась в Карачаево-Черкесию, в людей, которые здесь проживают. Вообще это солнце, горы, небо. Несколько раз уже приезжала просто, ну, как турист. И когда Ира решила делать ежегодный фестиваль, я привезла свою коллекцию. Здесь достаточно много художников с международными именами. Из Германии, из Краснодара, из Калуги, которые сами лично не смогли приехать. Но даже из Америки, с Украины художники, с Белоруссии, которые поддерживают наше кукольное искусство. Вот. Так что, ну, выставка получилась шикарная. Выставка, на самом деле, очень сильная, такого мирового уровня, я могу сказать. И я счастлива второй раз участвовать в выставочном проекте. Погрузиться в творчество мастеров, увидеть воочию всю красоту и оценить кропотливую работу Ирины Неминущей и всех талантливых людей пришел министр культуры Зурапа Гирбов. Я сам наблюдал, как она сама училась делать эти куклы, просто рассказывала в этом интернете. Потом сама начала ездить на выставки. И, наконец, в прошлом году впервые привезла вот такую выставку к нам. Ну, а сегодня уже 150 мастеров. Меня это очень впечатляет. Это практически вся наша страна отправила к нам кусочек своей любви, своей красоты, своего мастерства. Вдохновлен увиденным и директор музея-заповедника Хаджи Мурат Эльканов. С открытием нового зала появятся и новые выставки. Музей продолжает открывать новые площадки для творческих людей. И ваша выставка – это просто как удивительное событие в этом новом зале. Я надеюсь, еще у нас будет очень много интересных встреч. Красивые куклы создают не только женские руки, но и мужские. Среди множества мастеров в Карачаево-Черкесию приехал автор уникальных шарнирных фэшн-кукол, кутюрье, стилист Петр Тишков. Я хочу поздравить черкески, я хочу поздравить Карачаево-Черкесию с таким очередным мероприятием. Ирочка, тебя поздравляю отдельно. Ты большая умница, продолжай. Это потрясающее дело. Мне очень радостно, что искусство создания куклы шагает по нашей стране такими шагами. И каждый, кто прикасается к созданию куклы, мишки, любому рукотворному существу, может почувствовать себя настоящим творцом, вдохнуть жизнь в маленькое существо, которое выйдет из-под его творческих рук. Выставка кукол открывает нам дверь в сказку. И каждый взрослый почувствует себя ребенком и вспомнит свою необыкновенную куклу из детства. Ведь игрушки дарят радость, вдохновение, делают нас добрее. И заставляют улыбнуться, и взглянуть на мир иначе. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.